ПЕСНЯ И действительно, когда мы с вами вновь и вновь прочитываем историю прихода младенца Иисуса в наш мир, мы не можем не заметить то, что эта история во многих моментах связана с каким-то удивительным сиянием, с какой-то надеждой, с радостью, с восхвалением, с благословением. И мы действительно вместе с пророком Исаи восклицаем, народ, находящий во тьме, увидел свет великий. Но скажите, друзья, разве всех людей удалось Господу охватить этим светом, когда Он пришел в наш мир? Однюдь. Читая Евангелие, мы с вами видим, что далеко не все люди могли откликнуться на сияние этого света, могли прийти к этому свету, могли наполниться этим светом и, как следствие, могли бы передать потом этому миру этот свет сияния Божьей любви. Да и сегодня, живя в нашем мире, мы должны сказать, что пройдет этот календарный праздник Рождества, а вы знаете, что люди, которые серьезно изучают этот вопрос, они говорят, что вообще установить дату рождения Христа невозможно, невозможно. По целому ряду причин, если вы серьезно начнете изучать этот вопрос, вы сможете больше понять об этом. Давайте посмотрим на наш мир. Пройдет этот день в западной традиции христианства, это было 25 декабря, и чем дальше, тем меньше люди будут вспоминать о ком? О Кресте, о Рождестве, о свете Евангелия, о свете любви и надежды. Все больше и больше будет поглощать нас суета этой мирской жизни, череда проблем, переживаний. Все больше будет застилать от нашего взора эту истину, истину священного Писания о Божьей любви, о его приходе в наш мир, о его желании помочь каждому человеку обрести надежду и упование. Почему так происходит? Сегодня, задавшись этим вопросом, мне хотелось бы вместе с вами посмотреть на пять категорий людей, которых мы можем найти, прочитывая рассказы о Рождестве Иисуса в Евангелии. Пять категорий людей. Это супружеская чета Иосифа и Марии, это волхвы с Востока, это Ирод и его окружение, это священники и книжники, и последняя категория, о которой мы скажем, говоря о людях того времени, пастухи на Вифлеемских холмах. Но начнем мы размышлять об этих людях не с первой перечисленной категории. Мы ее коснемся, этой категории, в последнюю очередь. В последнюю очередь будем говорить о супружеской чете Иосифа и Марии. Первая группа, о которой мы начнем говорить в историях Рождества, это группа волхвов. Кто такие волхвы? Скажите, друзья, кто такие волхвы? Чародеи. Вот тут я слышу справа от меня ужас какой-то, чародеи. Может, у кого-то что-то посветлее будет высказывание. Кто такие волхвы? Мудрецы. Ну, чуть-чуть полегче, да? Вы знаете, что вообще в греческом тексте, хорошо, что мы читаем русские тексты Евангелия, а не в греческом оригинале. Там используется слово «какое», наши доблестные преподаватели Зоокского университета скажут. Слово «какое» – «магос». Знакомое вам это слово? Что-то напоминает? Магия. Еще хуже стало, да? Магос. Ну, и вы знаете, вот размышляя об этой группе, о первой группе, категории этих людей, волхвы с Востока, мы должны заметить, что еще в свое время греческий историк Геродот пытался описать категорию этих людей. Он говорит в своих заметках о том, что вот эти маги или волхвы, они брали начало от медийского племени, которая в свое время жила в Персидской империи. И вот эти волхвы или маги – это было племя, которое пыталось отвоевать, взять престол в свои руки. Они участвовали в политической борьбе, не только политической, но проиграли. И Геродот пишет о том, что примерно с того времени эта категория людей, эта племя, но, скажем, простите за это выражение, эта каста людей, стали больше стараться преуспевать не в политике, а в различных науках, в астрономии, в медицине, в философии. И, наверное, можем сказать, что Бог их так благословил, что они очень скоро стали советниками, учителями, наставниками. Каждый уважающий себя правитель и царь желал окружить себя, вы помните, про Вавилон, про Навуходоносора, окружить как раз таки такими людьми. И вот то высказывание, которое прозвучало слева от меня стороны зала, оно, наверное, будет более справедливым, что этих людей мы сегодня могли бы назвать точнее не словом «маг» или «волв», понимая, что эти значения этих слов трансформировалось, но, скорее всего, словом «мудрецы», «мудрецы» с Востока. Интересно, что Филипп Шаф, так можно сказать, современный, относительно историк, изучающий историю христианства, в первом своем томе на 84-й странице издания Библии для всех 2007 года пишет именно об этом. Историк Филипп Шаф говорит о том, что эти мудрецы, эти волхвы, они именно занимались тем, что постарались постичь смысл жизни. Они изучали явления природы, они изучали открытия в науке, и в том числе, описывает Шаф, они изучали иудейские писания древности, которые рассказывали о живом Боге, о Творце, о мироздании. И вы знаете, это очень близко перекликается с тем, что мы находим на страницах духа пророческого. В книге «Желание веков» в главе 6-й, с 59-й страницы мы читаем то, как описывает дух пророчества эту категорию людей. Когда волхвы изучали звездное небо и пытались проникнуть в тайны движения светил, они видели славу Творца. В поисках ответов на свои вопросы они обращались к еврейским писаниям. Да, в их родной стране хранились пророческие книги, предсказывавшие пришествие божественного учителя. Валаам, например, принадлежал к таким волхвам, хотя был при этом пророком Божьим. Затем чуть ниже Эллен Вайт описывает, что однажды на небосклоне они увидели свет новой звезды. Это была неподвижная звезда, не планета, а необычное явление, вызвавшее живой интерес. Звезда представляла собой группу сияющих ангелов, но этого мудрецы не знали. Затем она пишет «Тем не менее они почувствовали, что новое светило имеет для них особое значение. Они посоветовались со жрецами, философами, исследовали древние свитки, обратились к пророчеству Валаама, книга чисел 24 глава, и нашли этот текст 17-й. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Должно быть, это необычная звезда, решили они, предвестница обетованного правителя лучшего мира. Волхвы приветствовали свет истины, посланный с небес, и тогда эта звезда стала сиять еще ярче. Во сне они услышали повеление отправиться на поиски новорожденного царя, который должен был положить начало лучшему миру. Скажите, друзья, чем характерна эта первая группа, о которой мы говорим, или категория людей, участвующих в событиях Рождества? Что особенного было в них, в Алфах? Что вам увиделось, как особая черта, которая помогла им не пройти мимо события Рождества, но оказаться в эпицентре этого события? Какое качество? Как бы вы назвали? Внимательность. Спасибо. Что еще мы можем сказать? Не безразличие. Да, пожалуйста. вот эти мудрецы наблюдали за небом. И современные созвездия 88 названы всеми именами, которые названы в древности. Вот это я стесняю. Спасибо. Спасибо. Да, вы знаете, вообще, если говорить о современной астрономии, вы знаете, что еще Кеплер в 19-м столетии он стал вычислять, пытаться вычислить Рождество, дату Рождества, рождения Христа, и он пришел к удивительным открытиям Кеплер, говорящим о том, что в этот момент сошлись сразу три созвездия, и это тоже могло сыграть свою роль. Но, как совершенно кто-то, на мой взгляд, верно заметил, когда мы говорим об этой группе людей, мы должны отметить их тягу, их стремление к познанию истины, к лучшему и правильному пониманию, их готовность учиться, искать, постигать, находить и, самое главное, идти вслед того света, которое небо посылало им. Знаете, дорогие друзья, нужно сказать, что, наверное, и нам, христианам 21-го столетия, есть чему поучиться у этой первой категории героев рождественской истории. Нам, которые очень часто заняты своими проблемами, я иногда думаю, а если бы Господь и мне ночью однажды явился и сказал, встань и иди к этому свету, пошел бы я так же, как пошли мудрецы восток. Нашел бы я в себе мужество, готовность, волю собраться и пойти. А вы знаете, что им приходилось идти в какое время суток? Ночью. Потому что звезду можно было видеть только ночью. А вы знаете, что им пришлось идти не день, и многие говорят, даже не месяц, а идти продолжительное время, и неся с собой сокровища, продвигаясь по ночам, рисковать в опасностях от нападения разбойников, и шли они точно и не зная, куда в итоге они придут. Мне кажется, ряд библейских текстов очень хорошо характеризует такую категорию людей. Вы помните, как в книге притчи 4 главе 18-19 тексте мы читаем «Встезя праведных, как светила лучезарная, которая более и более светлеет до полного дня, путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». И еще известный текст 2 Петра 1-19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». И, наконец, книга Откровения, 22 глава, 16-17 стих. Иисус говорит «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят «Приди!» И слышавший да скажет «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот эти волхвы, вот эти мудрецы, были ярким олицетворением таких людей. Они откликнулись и пошли на тот новый свет, который Господь им открыл. Не так давно я имел возможность познакомиться с одним нашим братом из Аргентины. Его зовут Марселла. И общаясь с ним, я на ломаном английском, он на ломаном русском, он говорит «А ты знаешь, что мой дедушка, мой дедушка, прадедушка, был первым адвентистом Аргентины, то есть из жителей Аргентины, первым адвентистом». Я говорю, «Да ну». Он говорит, «Да». Мой прадедушка был первым жителем, коренным жителем Аргентины, который принял весть, трюхановскую весть церкви крестьян адвентистом седьмого дня. Я говорю, «А как же это случилось?» И он рассказал. Он рассказал о том, что в то далекое время его дедушка старался как-то обеспечить семью, и одно из дел, которым он занимался, это было то, что он приезжал в портовые города, у него была повестка, повозка, пара лошадей, и он перевозил грузы, перевозил людей, но такси бы, «Яндекс.Такси» мы сегодня бы сказали, «Убер» или еще как-то, но только с лошадьми, две лошадиные силы и четыре колеса повозка, коробка не автомат и не механика. Вот так работал его прадедушка. И он говорит, однажды он встретил очередной корабль в порту и сошел человек с большим чемоданом, вышел на пристань, а он обычно наблюдал за людьми и уже понимал, что кого-то встречает, кого-то нет, ему сразу стало понятно, что этого человека никто не встречает и более того, человек как будто бы даже и не ожидал, что его кто-то встретит. Он просто молча стоял. Ну и вот этот прадедушка нашего брата Марсела, он подошел к нему и говорит, «Вам, наверное, нужна помощь. Я могу не так дорого вам помочь для того, чтобы довезти, куда вы скажете». И неожиданно для него этот незнакомец говорит, «А куда вы меня можете отвезти?» И его прадедушка говорит, «Ну, как куда? Куда вам нужно?» А незнакомец говорит, «Да я еще не решил, куда мне нужно». Его прадедушка думает, «Да что же за странный человек?» Клиент такой странный попался, даже непонятно куда везти. Оказывается, это был миссионер из Европы, адвентист седьмого дня, которого Господь побудил приехать в Аргентину для того, чтобы начать проповедовать трехангельскую весть. Затем, посоветовавшись с этим извозчиком, этот миссионер говорит, «Ну, давай, вот какое здесь недалекое селение, где можно не так дорого снять жилье, отвези меня туда, я там, наверное, расположусь». Они ехали полтора часа до этого селения. И догадайтесь теперь и скажите мне, что делал миссионер все эти полтора часа? Все эти полтора часа этот миссионер своему водителю, извозчику рассказывал о трехангельской вести. И когда прадедушка Марселла привез его, тот рассчитался с ним. На этом все могло бы закончиться, если бы прадедушка нашего брата, чего бы не сделал, не пошел дальше в сторону открывающегося света. И вы знаете, его прадедушка, его правнук сегодня очень успешно трудится на миссионерском поприще в окне 10 на 40. Вы знаете, это самое закрытое окно на земном шаре для проповеди христианской вести, для проповеди Рождества, проповеди о Христе, проповеди о трехангельской вести. Самая закрытая территория. Его правнук сегодня очень успешно трудится на этой территории, потому что его прадед решил не остаться в своей повозке, пойти дальше в меру открытого света. Знаете, дорогие друзья, о каждом из нас у Бога замечательный план. Книга про Роке Реми нам об этом говорит, мы хорошо знаем эти тексты. Бог готов нам каждый день открывать удивительные истины, насыщать нас благодатью, своим благословением, даровать нам такие познания, которые сделают нас совершенно другими людьми, людьми, переживающими в каждом дне удивительный опыт духовного роста, познания, отклика, сближения с Иисусом. Но как важно при этом быть человеком, который будет откликаться на тот свет, который небо посылает в его жизнь. Вторая категория, вторая категория или группа людей, это Ирод и его окружение. Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея, как описывается его соприкосновение Ирода с этим фактом Рождества. Когда же, вторая глава с первого текста Евангелия от Матфея, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод возрадовался. У вас так в Библии написано? Нет. К сожалению, третий текст второй главы Матфея говорит, «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Вместо радости, вместо надежды, вместо светлого праздника, Ирод, все его окружение встревожилось. Здесь упоминается греческое слово «тарасо», которое означает не только тревожиться, но и возмущаться. Они возмутились, они были огорчены, они были, как мы увидим, сам царь Ирод раздражен, раздражен до такой степени, что вы помните, потом десятки вифлеемских младенцев пострадает от мечей его воинов. Что случилось? Почему волквы, встретившись с этим откровением, испытывают радость, испытывают надежду, готовность идти, а Ирод, и написано весь Иерусалим, тревожится, испытывает агрессию, раздражение? Почему такая разница в этом восприятии? Знаете, вообще царь Ирод это была одиозная фигура и противоречивая фигура, как описывают его многие историки, комментаторы, не так просто и не из-за лести он был назван великим, Иродом великим. Ирод первый действительно прослыл, как великий царь, великий стратег, великий управитель. Вы знаете, что 37 лет в то время оставаться на царском престоле, не будучи чистокровным иудеем, это чего-то стоило. Это стоило очень серьезных продуманных шагов, стратегий, планов. Вы знаете, что Ирод, он отличился не только жестокостью, не только тем, что он мог пойти на убийство даже очень близких для него людей, его детей, любимой жены и многих других. Нет, ему не чужды были и порывы в области светлых, каких-то гуманных идей. В преддверии голода 25-го года до Рождества Крестова Ирод принимает непопулярное решение. Он принимает решение о том, чтобы значительно снизить налоги, потому что он увидел, как разоряется население его страны, его государства, скажем так, и он пошел на непопулярный шаг для простого народа, конечно, популярный, и снизил налоги. А вы знаете, что в разгар этого голода в 25-м году до Рождества Крестова Ирод часть своей золотой утвари приказывает переплавить для того, чтобы эти маленькие слитки золота раздать самым бедным людям, чтобы они купили себе хлеба и не умерли с голода. То есть мы можем увидеть при описании исторических свидетельствах, что это была довольно противоречивая личность, но очень одиозная, великая, действительно, по меркам этого мира личность. Знаете, он назван также не только великим политиком, великим стратегом, он назван и великим строителем. Именно при его царствовании восстанавливается, перестраивается, реставрируется храм. Именно он планирует масштабные строительства, проводит воду, трудится на благо своего государства. И вот теперь, когда происходит его Ирода великого встреча с фактом рождения Иисуса Христа, он не испытывает никаких положительных эмоций. Скажите, почему, друзья? Что помешало Ироду радоваться? Вы же знаете дальнейший сюжет евангельской истории. Что помешало ему? Неготовность свою абсолютную власть делить с кем-то еще? Он был не готов к тому, что кто-то еще, кроме него, может распоряжаться не только жизнями его поданных этого царства и государства, но его собственной жизни. Я хочу сказать, друзья, что сегодня в нашем современном мире, в 21-м столетии, тоже немало людей, которые не готовы позволить Иисусу стать властелином их жизни, стать владыкой, стать царем, стать тем, кто будет говорить, как нужно жить и для чего нужно жить. Я, по-моему, рассказывал уже здесь однажды историю об одном человеке. Я знал этого человека, и он был в браке с нашей сестрой христианкой, он пошел в сторону евангельского света, но у этого человека, простите за такое высказание, но был врожденный черный греховный злой дар блудодеяния. Его мама жила в портовых городах и, возможно, вы знаете, что, простите за такое высказание, грех передается по наследству, вы не знали об этом? Тяга ко греху. Может ли от нечистого родиться чистая, да, и все остальное, что мы, ну, это отдельная тема, мы не затрагиваем, но вот почему нам, родителям, очень опасно преуспевать, пребывать в каких-то грехах, потому что во Второй Западе закона Божьего, если читать эти слова на языке оригинала, смысл можем увидеть совершенно другой, где Господь скажет не о том, что Он наказывает детей до третьего и четвертого рода, а что Он стоит на страже грехов родителей у детей до третьего и четвертого рода, вы представляете? Он вынужден будет бороться с этой тягой ко греху до третьего и четвертого рода у следующих поколений, если родители, прародители не хотят в этом останавливаться. И вот его мама, по его свидетельству, она в свое время позволяла себе преуспевать в этом. И вы знаете, вот такой вырос сын. Он был очень видным мужчиной, он очень легко завоевывал не только доверие женщин, он обладал каким-то баянием, женщины любили его, женщины хотели с ним проводить время и долгое время в своей жизни он пребывал в таком понимании, что это хорошо, что ему приятно, и он делает еще кому-то что-то приятно. Ничего в этом плохого нет. Но когда он стал все больше и больше постигать свет божественной истины, он пришел к выводу, он увидел на страницах Библии, что это названо каким словом? Словом грех. Это названо словом грех. Он стал предпринимать попытки бороться с этим, противостоять этому, как бы не так. Казалось бы, когда-то он преуспевал, но потом падал еще дальше, еще ниже, еще больнее. Наступил момент, когда он где-то разочаровался, разочаровался в том, что Бог может что-то изменить в его жизни, Господь может изменить его греховное естество. И вдруг один из его православных верующих ему сказал, он говорит, ты знаешь, вот тебе нужно поехать вот в такой-то регион, там в таком-то селе, при таком-то храме служит батюшка, который произносит молитвы над блудниками, и Бог им помогает. Как? А вот так? Всего лишь помолиться? Да. И говорит, батюшка сам через это все прошел, Бог его освободил, он стал служителем, и теперь помогает многим людям. Ну и подобно волхву, взяв дары, ладан, золото и смирну, этот наш герой отправляется куда? Туда, где ему помогут. он приехал, он дождался своей очереди, он исповедовал свой грех, он попросил помощи, и служитель ему говорит, хорошо, я готов с тобой помолиться, но готов ли ты? Он говорит, да, я же приехал, я же приготовился к этому, я готов. служитель говорит, еще раз хочу спросить, ты готов будешь к тому, что сейчас и навсегда Иисус тебя освободит? Ну да, я же приехал, я нуждаюсь, я хочу. И батюшка ему говорит, боюсь, что ты не все понял. Я третий раз тебя спрошу с пояснением вопроса и сказал, когда я дошел до ручки, образно выражаясь, сказал этот служитель, и понял, что только Бог может меня освободить, я так молился, я так постился, что Иисус ответил и сделал меня до конца дней жизни свободным от женщин. Мне теперь совершенно неинтересно ни смотреть в их сторону, ни думать о них, ни тем более что-то замышлять. Я сделался неспособным к этим отношениям. Смотрит на нашего героя и говорит, ты готов? Как вам кажется, продолжилась эта история? Я, по-моему, рассказывал ее на каком-то служении. Да, закончилась как у Ирода. Ирод царь встревожился. Наш герой сказал, мне надо подумать. И насколько я знаю, он думает до сих пор. Хотя прошли уже десятки лет. Он думает до сих пор. Да, дорогие друзья, очень многие люди не готовы впустить Иисуса в свою жизнь, как Ирод, был не готов разделить абсолютную свою власть с кем-то еще. Мне очень нравится, как мы пели в гимнах Псалмах Сиона этот Псалом. Сколько горьких раскаяний приношу теперь за то, что сказал Христу я гордо. Все я сам, а ты ничто. Но смирился понемногу дух греховной суеты и сказала сердце Богу частью я и частью ты. Час за часом познавая дар великой полноты сердце трепетно шептало меньше я и больше ты. Последний куплет выше всех высот небесных глубже моря глубины дар любви Христа чудесный. я ничто как заканчивается гимн и все лишь ты. К сожалению Ирод так и не смирился с этим. Так и не смог произнести эти слова я ничто и все лишь ты. А вы знаете что всего лишь через несколько месяцев умрет это был последний шанс когда так близко небо приходило в его жизнь. Нужно было просто открыться и уступить место властвования распоряжения над своей жизнью уступить младенцу Иисусу. Третья категория время быстро бежит наверное будет не коротко сегодня прошу прощения но буду стараться. Третья категория священники и книжники. Они тоже фигурируют в рождественской истории. Священники и книжники. Но прежде чем мы обратимся к этой группе людей давайте зададим вначале вопрос который нас вернет к первой группе людей. Вопрос следующий почему волхвы не пришли сразу в Вифлеем пещеру. Почему? Они видели звезду? Видели. Зачем им понадобилось заезжать извините в Иерусалим зачем? Знаете косвенно мы находим подтверждение в Евангелиях и прямое отражение этого мы находим в духе пророческом а именно во второй главе Евангелия от Матфея в десятом тексте когда они пойдут потом из Иерусалима в Вифлеем написано и возрадовались увидев звезду другими словами на какое-то время звезда что сделала? И исчезла. И вот как описывает этот дух пророчества. когда волхвы пришли в землю израильскую и оказались на склонах Илеонской горы оттуда как на ладони виден был Иерусалим звезда которая вела их в течение всего пути остановилась над храмом а затем вовсе исчезла из виду. Почему? Почему Господь в своем навигаторе проложил для них именно такой маршрут не напрямую в Вифлеем а в Иерусалим звезда над храмом и затем она гаснет. Да по той простой причине что дальше им все должны были объяснить кто? книжники и священники по той простой причине. Теперь Бог говорит я привел я их вел с самой Персии может быть даже еще откуда-то подальше я их вел я их вел по ночам я вел к вам к народу избранному благословенному знающими пророчества я привел теперь что делаете? Теперь вы показывайте им тот путь которым дальше они должны идти исследовать и что же они встретили в Иерусалиме скажите мы уже сказали об Ироде что царь Ирод стревожился мы прочитали и весь Иерусалим с ним но смотрите как дальше пишет Матфей и собрав Ирод всех первосвященников и книжников народных спрашивал у них где должно родиться Христу они же сказали ему в ответ Вифлееме иудейском ибо так написано через пророка и ты Вифлеем земля иудина ничем не меньше воеводцы иудины ибо из тебя произойдет вождь который упасет народ мой Израиля что дальше что дальше ничего ровным счетом ничего их пригласили открыли Библию прочитали правильные нужные тексты закрыли аминь ушли в свой храм что происходит и вот желание веков 6 главе Эллен Вайт пишет что волхвы были обескуражены тем равнодушием тем отсутствием интереса тем хладнокровием интересно напишет при этом что Аирот был возмущен потому что он стал тогда подозревать книжников и священников в каком-то заговоре когда он увидел как они очень спокойно хладнокровно без интереса равнодушно прочитали нужные тексты из нужных пророческих книг он стал даже подозревать что наверное зреет какой-то заговор и они что-то скрывают и волхвам пришлось одним уходить в Вифлеем несколько лет назад я выезжал на похороны одного нашего брата пастора ветерана и когда мы возвращались с кладбища в город на нескольких автомашинах я в автобусе ехал и рядом со мной села пожилая сестра мы разговорились она тоже хорошо знала этого пастора давно живет в этом городе уже более 20 лет член церкви христиан-адвентистов и она говорит хотите вам расскажу одну интересную но грустную историю из своей жизни ну давайте расскажите она говорит вы знаете что мой муж не адвентист да и вот все 20 лет я я как бы в одиночку я исповедую это очень тяжело это нелегко я молюсь но ничего не меняется но вы знаете какой момент произошел 5 лет назад какой и она говорит однажды в субботу как ни в чем не бывало я встала пораньше я подогрелась ей чай я одеваюсь все готовлюсь к богослужению что сейчас выйду сяду на трамвай доеду до нужной остановки и вдруг выходит из комнаты ее возлюбленный ее супруг в рубашке в костюме с галстуком она никогда его таким не видела по субботам он выходит улыбается и говорит ну ты в церковь идешь да я хочу с тобой как вам кажется обрадовалась сестричка вы почему-то молчите она призадумалась так а что будет у нас сегодня в церкви а наверное будет как в прошлый раз а прошлое было как позапрошлое а позапрошлое как позапоза позапрошлое ей как-то так стало тревожно на сердце и она начала говорить ну дорогой ну знаешь ну что ты так ну тебе нужно ты работал вот всю неделю ну ты отдохни я тебя приглашу я обязательно спасибо что ты готов сама думать вряд ли ему понравится как то что у нас проходит как вчера и позавчера и позапозавчера он удивился и говорит ты что не рада ты же сама меня всегда приглашала ты что не хочешь ну куда деваться сестричке она говорит ну нет я рада рада приехали зашли сели была такая же долгая проповедь как сегодня правда не пел хор как сегодня все так было обыденно так долго кто-то бы сказал так нудно он отсидел честно отсидел на богослужении не в лагере а на богослужении и когда они возвращались обратно он говорит я тобой восхищаюсь ты 15 лет сюда ездишь еще и пожертвования приносишь какое у тебя терпение я еле высидел этих 3 часа ты 15 лет приезжаешь и еще деньги сюда привозишь я тобой восхищаюсь и когда она рассказывала мне это 5 лет назад на тот момент произошло ее муж все еще был где вне церкви знаете друзья мы иногда похожи мне кажется на вот этих книжников священников мы так ко всему этому привыкли мы цитируем эти тексты мы рассказываем эти пророчества а с рождеством рождество да да все вечеря вечеря все так обыденно все так привычно что я думаю вот если бы сейчас открылась дверь и на верблюдах ну охрана бы не пустила верблюдах без верблюдов пускай но с дарами вошли волхвы что бы они увидели что бы они почувствовали что бы произошло в их сердце в этом случае что произошло бы в их сердце да эта категория людей не зря нам описано на страницах священного писания потому что здесь Господь желает показать извините сейчас скажу слова которые может быть не все с ними согласятся здесь Господь желает в этой категории особое внимание на это обратить церковь крестьян адвентистов седьмого дня и знаете почему потому что как священникам и книжникам того времени нужно было провозгласить первое пришествие то церкви христиан адвентистов сегодня дня нужно что провозгласить нужно широко глубоко чувственно ярко с желанием до края земли провозгласить весть о скором славном втором пришествии Господа так и напишет апостол Петр во втором послании третьей главе если все это так разрушится то какими должно быть святой жизни и благочестие вам ожидающим а дальше как написано и желающим не только нужно ожидать пришествия Иисуса нужно что делать в отличие от книжников от священников желать этого события стремиться к этому событию продвигаемся простите что задержу следующая группа пастухи а чем знаменательна эта группа пастухи пастухи которые пасут стада на полях или холмах вифлеемских почему к ним чем они выделяются от всех остальных почему к ним приходит целое воинство с пением поет хор ангельский провозглашает ангел радостную весть радость всем людям на земле мир и человеком благоволения почему к ним знаете в самом тексте это Луки 2 глава в самом тексте на мой взгляд есть некоторые подсказки когда мы изучаем и читаем эту 2 главу и описание этой группы людей пастухов на холмах вифлеемских мы видим некоторые моменты которые нас заставляют в моем представлении кое о чем подумать смотрите как написано с 8 текста в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего то есть это происходит в то время когда все спят а они что делают они бодрствуют так можно сказать все спят а они бодрствуют бодрствуют почему потому что заняты нужным полезным богоугодным и людям полезным делом все спят они бодрствуют вторая подсказочка которую на мой взгляд мы могли бы здесь заметить смотрите вдруг с 9 текста предстал им ангел господин слава господня сиала их убоялись страхом великим и сказал им ангел не бойтесь возвещая вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель который есть Христос Господь и вот вам знак остановимся и вот вам знак греческое слово Симеон знаете когда мы берем вот это слово греческое слово Симеон знак знамение и начинаем прослеживать как оно упоминается на страницах Нового Завета мы можем увидеть для себя что в подавляющем большинстве случаев это слово используется в тех историях когда люди просили у Бога о чем-то о каком-то откровении о каком-то подтверждении он им отвечал то есть ангел другими словами он не просто заявляется он не просто приглашает ангельский хор он говорит вы хотели знать и вот вам знак вот вам знамение и это очень мы находим конкретное подтверждение как пишет Эллен Вайт что в тихие ночные часы они беседовали об обетованном спасителе и молились чтобы скорее пришел царь которому предстоять предстоит занять трон Давида говорили об этом и что делали и молились а вы знаете что сегодня день поста и молитвы не знали удивительно день поста и молитвы всемирной церкви христиан адвентистов 7 каждый квартал первая суббота день поста и молитвы для чего чтобы мы бодрствовали чтобы мы молились чтобы мы возрастали в истине чтобы мы просили Бог ответить на те нужды которые испытывает жизнь церкви прежде всего духовные нужды мы отказываемся кто-то от пищи кто-то от каких-то удовольствий кто-то еще от чего-то мы смиряемся мы стоим на колени и молимся так молились пастухи в их простой богоугодной жизни они не стеснялись собираясь вместе становиться на колени и молиться о том чтобы Мессия Спаситель Царь пришел в этот мир и к ним является ангел и говорит не бойтесь наконец вам дается знак родился в городе Давидовом ныне ваш Спаситель Господь Иисус знаете друзья не успел начаться новый год как стали приходить очень тревожные неприятные я бы даже сказал болезненные новости 1 января в городе Воткинск умирает наша далеко не пожилая сестра остаются две девочки близняшки 6 лет и доченька 19 лет у одной из близняшек врожденная болезнь и собирали деньги не так давно для того чтобы оказать лечение бедная семья мама в одиночку без мужа выбиваясь из сил воспитывает лечит старается три своих дочери 1 января ее сердце не выдерживает от всех невзгод от всех тревог это сердце не может продолжаться биться дальше жизнь обрывается на этой неделе не менее тревожное известие когда со среды на четверг за Челябинском в сторону Екатеринбурга в автокатастрофе погибает 45-летняя наша сестра неожиданно из семи пасторов остается сын 13 лет остается дочь 17 лет остается муж который в отчаянии так и написал свет надежды для меня погас остаются родители убитые горем а год только начинается это только первая неделя знаете как уже по-моему Евгений Владимирович однажды проповедовал здесь говоря о том что когда люди поздравляют друг друга с новым годом с чем они друг друга себя поздравляют разве они знают что придет в их жизнь в новом году чтобы поздравлять друг друга и вот эта группа пастухов людей которые бодрствуют тогда когда все спят людей которые когда все духовно уснули даже книжники и священники спят а эти люди молятся они взывают они просят дать им знак они просят о том чтобы Бог пришел Бог изменил Бог вмешался как важно нам быть дорогие друзья в преддверии пришествия Господа его славного второго пришествия такими людьми которые будут бодрствовать и молиться и так бодрствуйте на всякое время и молитесь да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого Луки 21.36 последняя группа кто они должны были быть первым это кто это Иосиф и Мария ну это очень неблагодарно говорить о них всего лишь за 3-4 минуты но у нас нет другой возможности сегодня нет наверное не одну проповедь можно сказать об Иосифе и не одну проповедь о Марии но то что хотелось бы отметить мне знаете однажды посетив католическую базилику Рождества Христова в Назарете я обратил внимание на одну скульптуру ансамбль храмовый ансамбль включает большой большой храм Рождества Рождества Девы Марии и небольшую часовню или храм Иосифа очень маленький и это если по географическим как бы странам света в западной части храмового комплекса в тенистом уголке итальянский скульптор извоял из бронзы если можно так сказать вылил фигуру Иосифа и меня очень поразила эта фигура эта скульптура знаете с очень таким уставшим грустным выражением на лице сидит Иосиф и смотрит на огромный блистающий храм Рождества фигура его сагбена натруженные руки сама поза все как бы говорит о том что он проживает непростую жизнь очень нелегкую жизнь но он смотрит на храм Рождества Христова знаете вот когда мы смотрим на эту историю и на самого Иосифа мы обнаружим что вот так оно почти все и было потому что в первой главе Матфея как только Иосиф обнаруживает что прежде чем они сочетались хотя были уже помолвлены Мария имеет в очреве вы помните как о нем сказано что будучи человеком благочестивым что он решает он решает отпустить свою возлюбленную с миром и помните как ему во сне является ангел и говорит все девы в очреве примет родить сына нарекут ему имя Эммануил что значит с нами Бог и говорит не бойся принять жену свою ибо рождаемая ею есть от Духа Святого наречешь имя Иисус потому что он придет и спасет людей от грехов их что делает Иосиф написано встав ото сна Иосиф поступил как повелел ему ангел Господин 24 стих все можно было бы здесь написать многое а почему я а почему мне а что это за крест а разве со мной кто-то советовался а как я буду дальше жить а у меня есть дети от первого брака что написано 24 стих встал и поступил так как сказал ему ангел Господь во второй главе вы прочитаете то же самое когда Иосифу во сне ночью уже родился младенец Иисус ангел приходит и говорит встань возьми жену свою беги в Египет ибо ищет души младенца вы прочитаете те же самые слова встал взял младенца жену посадил на усла и ушел чуть позже спустя несколько месяцев когда умирает Ирод Великий ангел является ему уже в Египте и что говорит а теперь вставай умерли те которые искали души и езжай то ты куда я с новорожденным младенцем на осле через пустыню слушайте может хватит издеваться дайте нам спокойно пожить пока младенец на ноги не встанет нет друзья вы прочитаете те же самые слова встал и пошел а когда вы будете читать о Марии в Евангелии от Луки первой главе и когда вы будете читать как произошло благовещение когда пришел ангел все что вы прочитаете после ее вопроса как это будет когда мужа не знаю это знаете что будет это когда она скажет все раба Господня да будет мне по слову твоему стих мы прочитали это стих 38 первой главы Луки все все раба Господня пусть мне будет по слову твоему вы знаете дорогие друзья тут у меня еще много историй мы их сегодня не проговорим но есть множество примеров не только в священном писании в жизни наших современников как многие люди когда к ним обращался Господь прося выполнить его миссию призывая иногда к очень непростым служениям подобно Иосифу и Марии они принимали этот вызов они шли этим путем и говорили те же славные слова да будет мне по слову твоему рождественская история неисчерпаема так написано в 6 главе желания веков очень много сюжетов очень много лиц очень много событий мы сегодня коснулись лишь только пяти групп людей пять категорий мы посмотрели на них и самый главный вопрос который мне хотелось бы задать в завершении этого размышления дорогие друзья дорогой друг а кого представляешь ты сегодня по отношению к рожденному Иисусу коснулся ли свет рождества твоей жизни смог ли этот свет изменить твою жизнь и что сегодня твоя жизнь свидетельствует окружающему миру о том удивительном событии когда небо так близко было к нашей земле подумай об этом дорогой друг о тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими которые не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от бога родились и слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели его славу славу как единородного от отца аминь и хорошо отец